Чтение 12.18. Задание высокого уровня сложности. Давайте разбираться, что к чему. Перед вами будет текст в задании и вопросы к нему с вариантами ответа. Чем-то напоминает третье аудирование, не так ли? Ну а теперь мы воспринимаем информацию не на слух, а перед нами конкретный текст. Он может быть разной направленности, от художественного до публицистического. Но суть всегда одна. Даны задания, даны вопросы и варианты ответа к ним. Есть ряд вопросов, которые встречаются в этом задании стандартно. Вы их увидите. Например, что является из следующих утверждений правдой или неправдой? То есть это задание на такой момент исключения. То есть мы должны исключить, что является лишним в этом списке ответов. Конечно же, выбрать правильный вариант ответа, исходя из контекста, одной из целей. Там розетты, было бы, да. Дальше. Стандартным моментом, стандартным вопросом также являются пояснение значения какого-либо слова или выражения. Возможно, это устойчивое сочетание. То есть здесь важна лексика. И очень часто последним вопросом является отношение автора либо к какому-то герою, либо ко всему тексту, либо какую идею, какой месседж этим текстом он пытается донести до читателя. И, соответственно, мы понимаем, какие скиллы нам нужны, чтобы не совершить ни одной ошибки в этом задании. Ну, безусловно, уровень языка. То есть здесь важна для нас практика. Вот именно в разделе «Чтение и грамматика» помните, что если в начале года, в начале занятий на курсе у вас именно эти разделы западают, не переживайте. Особенно задания высокого уровня сложности, потому что они берутся практикой и детальной проработкой. То есть всегда переводите все незнакомые слова, выражения и старайтесь их вывести в активную лексику. Это вот такой лайфхак, который со временем постепенно приведет вас к нужному результату. Что еще необходимо? Конечно же, синонимы, антонимы. Очень интересный момент про антонимы. Синонимы, понятное дело, что варианты ответа не будут даны идентичными, то есть формулировка ответа не будет равна тому, что вы будете читать в тексте. Кстати, о том, как быстро выполнять это задание. Конечно же, весь текст совершенно не нужно читать. Вы читаете вопрос, варианты ответа, и далее читаете первый абзац. Они обычно релевантны абзацам. Первый вопрос, 12-й по нумерации, вопрос-абзац, вопрос-абзац, за редким исключением. Последний вопрос, 18-й, может быть относительно всего текста. Итак, синонимы, антонимы, то есть здесь по максимуму учим лексику. И помните, что могут быть даны, помимо синонимов, в тексте могут быть даны антонимы, то есть как подсказка нам, либо не какие-то конкретные синонимы, опять же, то есть контекстом как-то автор пытается донести нужную для нас информацию. То есть здесь важна практика, практика, практика. Следующий момент – детали. Безусловно, важно читать текст, иногда требуется именно разобраться с деталями. Кто кому как относится, кто является папой в тексте, кто брат, кто сват, кто учитель, кто ученик и так далее. Это было в прошлом, в настоящем или будущем. То есть эти детали важны, зачастую они нам помогают. И здесь, помните, я рассказывала в уроке про третье аудирование, что нас могут путать, здесь может быть то же самое, только в тексте, когда, особенно это для ребят, у которых не такой пока высокий уровень лексики, какое-то знакомое слово, вы можете за него цепляться и сказать, а, да-да, это вот этот вариант ответа, пожалуйста, на это никогда не кидайтесь, старайтесь читать абзац и понимать основную мысль. Избегайте желания перевести дословно каждое слово, это демотивирует. Учитесь первое понимать общий смысл и, конечно, уже со временем, все больше и больше узнавая слов, вы будете все лучше понимать текст. Дальше, важный аспект, который поможет нам не совершить ни одной ошибки в этом задании, это understanding attitude, то есть понять настрой, поскольку текст в высоком уровне сложности, здесь мы должны понять, может быть, он с юмором, может быть, сарказмом он там что-то пишет, автор, да, то есть как он относится, то есть какой он месседж дает, какой посыл, то есть здесь вот мы, это как в литературе, вот, собственно, в 11 классе вы 100% этим занимались не раз, да, анализ текста, да, что думают герои, то есть вы это умеете 100%, то же самое этот скилл мы перекладываем на текст по английскому языку. А теперь практикуемся. И помните, это задание высокого уровня сложности, но оно поддается практике. И да, если вы сомневаетесь в переводе, первый шаг, методом исключения действуйте, да, убирайте те варианты ответов, которые точно не подходят. И второй момент, лингвистическая догадка. Пальцем в небо иногда помогает, но со временем вы научитесь предсказывать, ну, скажем так, понимать текст сходу, даже не зная дословную переводу всех слов. Практика. Погнали. Продолжение следует. Продолжение следует...